Евгений Носов, зимородок. У каждого рыболова есть на реке любимый уголок. Здесь он строит себе приваду, забивает дно реки у берега полукругом колья, оплетает их лозой, а пустоту внутри засыпает землей. Получается что-то вроде маленького полуострова. Особенно, когда рыбак обложит приваду зеленым дерном, а забитые колья пустят молодые побеги. Тут же в трех-четырех шагах на берегу сооружают укрытие от дождя, шалаш или землянку. Иные устраивают себе жилища с нарами, маленьким оконцем с керосиновым фонариком под потолком. Здесь и проводят рыбаки свой отпуск. Этим летом я не строил себе привады, а пользовался старой, хорошо обожитой, которую уступил мне товарищ на время отпуска. Ночь мы прорыбачили вместе, а наутро мой друг начал собираться к поезду. Укладывая в рюкзак, он давал мне последние наставления. Не забывай о прикорме, не будешь прикармливать рыбу, уйдет она, потому и привады называют, что к ней рыбу приваживают. На рассвете подсыпаешь мышку, он у меня в мешочке над нарами. Керосин для фонаря найдешь в пугрибе за шалашом. Молоко я брал у мельничихи. Вот тебе ключ от лодки. Ну, кажется, все о них, хвоста не чешуи. Он скинул на плечи рюкзак, поправил сбитую лямкой кепку и вдруг меня взял за рукав. Да, чуть не забыл. Тут по соседству зимородок живет. Гнездо у него в обрыве, вон под тем кустом. Так ты его не обижай. Пока я рыбачил, привык он ко мне. До того осмелел, что на удочке начал садиться. Дружно жили. Да и сам понимаешь, одному тут скучновато. И тебе он верным напарником в рыбалке будет. Мы с ним уже третий сезон знакомства ведем. Я тепло пожал руку товарищу и пообещал продолжить ровку с зимородком. А каков он зимородок-то? Подумал я, когда приятель уже был далеко. Как я его узнаю? Я когда-то читал про эту птичку, но описание не запомнил. А живой видеть не приходилось. Расспросить же друга, как она выглядит, я почему-то не догадалась. Но вскоре она сама объявилась. Я сидела у шалаша. Утренний клев окончился, поплавки недвижно белели среди темно-зеленых лопухов кувшинок. И иногда разыгравшаяся мольба задевала поплавки, меня встрагивали, заставляя меня насторожиться. Но вскоре я понял, в чем дело, и совсем перестал следить за удочками. Наступал знойный полдень. Время отдыха и для рыбы, и для рыболов. Вдруг на предбежными зарослями осоки, часто-часто махая крылышками, промахнула крупная яркая бабочка. В то же мгновение бабочка опустилась на крайнее мое удилище, сложила крылья и оказалась птичкой. Тонкий кончик удилища закачался под ней, подбрасывая птичку вверх и вниз, заставляя ее то вздрагивать крылышками, то растопыривать хвостик. И точно такая же птичка, отраженная в воде, то летела навстречу, то вновь впадала в синеву опрокинутого неба. Я затаился и стал разглядывать незнакомку. Она была удивительно красива. Оливково-оранжевая грудка, темные в светлых пестринках крылья и яркая, небесного цвета спинка, настолько яркая, что во время полета она блестела совершенно так же, как переливается на изгибах, освещенных солнцем изумрудно-голубой атлас. Неудивительно, что я принял птичку за диковинную бабочку, но пышный наряд не шел к ее лицу. В ее облике было что-то скорбное, печальное. Вот удочка перестала качаться, птичка замерла на ней неподвижным комочком. Она зябко втянула в плечи голову и опустила на зоб длинный клюв. Короткий, едва выступавший из-под крыльев хвост, тоже придавал какой-то сиротливый умлик. Сколько я не следил за ней, она ни разу не пошевелилась, не издала ни единого звука и все смотрела и смотрела на струившиеся под ней темные воды реки. Казалось, она уронила что-то на дно и теперь опечаленная летает над рекой и разыскивает свою потерю. И у меня стала складываться сказка про красавицу-царевну. О том, как ее заколдовала злая баба-яга и превратила в птичку-зимородка. Одежда на птичке так и осталась царская, из золотой парчи и голубого атласа. А печально царевна-птица от того, что баба-яга забросила в реку серебряный ключик, которым отмыкается кованый сундук. В сундуке на самом дне лежит волшебное слово. Овладев этим словом, царевна-птичка снова станет царевной девушкой. Вот и летает она над рекой, грустная и скорбная. Ищет и никак не может отыскать заветный ключик. Посидела-посидела моя царевна на удочке, тоненько пискнула, будто скрипнула и полетела вдоль берега, часто махая крылышками. Очень понравилась мне птичка, обидеть такую рука не поднимается. Не зря выходит, предупреждал мне товарищ. Зимородок прилетал каждый день. Он, видно, и не заметил, что на приваде появился новый хозяин. И какое ему было до нас дело, не трогаем, не пугаем, и на этом спасибо. А я к нему прямо-таки привык. Иной раз почему-то ненавистит и уже скучаешь. На пустынной реке, когда живешь так невылазно, каждому живому существу рад. Как-то прилетела моя печушка на приваду, как и прежде, уселась на удочку и стала думать свою думу горькую. Да вдруг, как пухнется в воду, только брызги во все стороны летели. Я даже вздрогнула от неожиданности, а она тут же взлетела, сверкнув чем-то серебряным в клюве. Будто это и был тот самый ключик, который она так долго искала. Но оказалось, моя сказка на этом не окончилась. Зимородок прилетал и прилетал, и все был так же молчалив и невесел. Изредка он нырял в воду, но вместо заветного ключика попадались мелкие рыбешки. Он уносил их в свою глубокую новую темницу, вырытую в обрыв. Приближался конец моего отпуска. По утрам над рекой больше не летали веселые ласточки-береговушки. Они уже покинули родную реку и тронулись в далекий и трудный путь. Я сидела у шалаша, греясь на солнце после едкого утреннего тумана. Вдруг по моим ногам скользнула чья-то тень. Я вскинул голову и увидел ястреба. Хищник стремительно мчался к реке, прижав к бокам свои сильные крылья. В тот же миг над камышами быстро-быстро замахал крылышками зимородок. «Ну зачем же ты летишь, дурачишка?» – вырвалась у меня. «От такого разбойника на крыльях не спасешься. Прячься скорее в кусты». Я вложил в рот пальцы и засвистел, что было мочи, но, увлеченный преследованием, ястреб не обратил на меня внимания. Слишком верна была добыча, чтобы отказаться от погони. Ястреб же вытянул вперед голеностые ноги, распустил веером хвост, чтобы затормозить стремительный разлет и не промахнуться. Злая колдунья послала на мою царевню смерть в облике пернатого разбойника. Вот какой трагический конец моей сказки. Я видел, как в воздухе мелькнули в молниеносном ударе когтистые лапы хищника, но буквально за секунду раньше зимородок голубой стрелой вонзился в воду. На тихой предвечерней воде заходили круговые волны, удивившие одураченного ястреба. Я собирался домой, отвел лодку к пельнице для присмотра, уложил в запречный мешок вещи, смотал удочки, а вместо той, на которую любил сидеть зимородок, воткнул длинную ветку лозы. Под вечер, как ни в чем не бывало, прилетела таки моя печальная царевна и доверчиво уселась на хворостину. А я вот ухожу домой, сказал я вслух, завязывая рюкзак. Поеду в город, на работу, что ты будешь одна тут делать? Смотри, ястребу на глаза больше не попадайся, полетят твои оранжевые и голубые перышки над рекой, и никто про то не узнает. Зимородок нахухленный, недвижно сидел на лозинке. На фоне полыхающего заката отчетливо вырисовывалась сиротливая фигурка птички. Казалось, она внимательно слушала мои слова. Ну, прощай, я снял кепку, помахал моей царевне и от всей души, пожелал отыскать серебряный ключик.